всем привет сегодня готовимся под грунт трём жидкарь и делаем капотик он там стоит покажу как поискать как уменьшить себе объем работы при подготовке больших плоскостей чтобы лишние работы не делать ну в общем трём жидкарь тут я пробежался довольно таки быстренько думал вообще не показывает жидкарь ничего интересного то есть та же шпакло но со своими приколами труя значит на большом рубанке мерковском который гибкий у него есть функция вот тут ставится специальная вставка которая делать его жестким и честно скажу необходимости в ней именно сейчас нет а тогда когда она бывает это очень редко когда пилится вот такие крыши то есть его фиксируешь в целом положении и потом точишь крышу именно в той части чтобы зафиксированным радиусом но это когда вообще там битки и жутки тут она не нужна допустим крыло это же часов большим рубанком вот эту плоскость он мне нужен был гибкий то есть я им проходил тут изгинался извивался как мне удобно было арочку вывел маленьким бруском наждак одет 150 хоть по инструкции указано типа от 180 ну честно скажу вот тут крылышко вычислил 220 на сетке ну блин она нашла удобно она ждала неудобно 150 риск элементарно перебиваться машинка и 180 и спокойно дальше можно грунтовать если надо 240 тоже спокойно прошли то есть мы 150 ку прямую можем даже 240 сразу выбить на орбите но знаете я пройду 180 на мягкой подложке и пойду в грунт так вот к чему я собственно что из интересного шагрень у жидкой шпатлевки ну знаете многие кладут такую шагрень на грунте то есть ее можно подточить трется довольно таки легко и очень хорошо видно плоскость это все протерто черный порошок это проявка берем проявляем и вытирать нужно до вот такого состояния то есть когда все абсолютно чисто если у нас где-то остается вот такое значит это ямка но тут мне просто крыло уже мешает он начинает металл выступать поэтому я приоткрою дверь и просто потом машинкой сошлифую работает примерно следующим образом включается пылесос и работает так трем большим бруском нету чуть-чуть делаю и вот так движение новостного вот так и причем прикладывается и обратили внимание вот так чтобы он у меня подгинался то есть я его вниз и вверх он делает небольшой радиус как раз по двери потому что если прямо филить в таком положении сказать что ступенек на рубить тут конечно не получится но так и сразу держу овал спускаясь вниз тут самый собственно смак на и вот видно что раз есть просад то есть не низинка вот ее я буду точить до тех пор пока вот это вот не станет вот таким и не исключено что вот здесь я дотрусь фактически до первых своих слоев шпатлевки это в принципе нормально тереть нужно именно длинным бруском потому что коротким бруском вот это вот покажется вообще как маханька такая точечка тут которая блин ну вроде все ровно чуть позже сейчас я тут все дотру чуть позже покажу как увидеть это все дело без грунтования при самой плоскости сейчас покажу момент интересный так все хорошо все по плоскости все будет но смотрите там где вообще не ожидал то есть тут было ровно то есть тут голый металл был он ровненький в принципе но такое тут было чуть-чуть но я шпатлевал вывела шпатлевку не было все ровно навалили жидкаря и в процессе всех вот этих наших действий тут чуть-чуть металл камера соберись молодец тут чуть-чуть металл притянуло видим то есть макушкой шагрень испилены но сама шагрень видно тут и чуть-чуть видно здесь поскольку дальше у нас вот тут идет уже изгиб дверь уходит наверх вот тут начал появляться слой эпоксидного грунта тут шпатлевка вот она эпоксидный грунт вот то есть это бугор . пилить дальше смысла нет но пытаться убрать потому что тут мы уже пробьемся до металла а тут пропилим канавку лучше вот так вот тоненько затянуть шпаклом и вот тут вот так вот даже включая металл чтобы здесь это все потом аккуратно перетереть то есть получается нас вот бугор и вот бугор между двумя тремя буграми всегда 2 ямы будут надо это все выровнять грунтом вот это не вытянуть то есть если вот это еще вытянется потому что тут почти спилилась шагрень то вот это грунтом не вытянется поэтому спокойненько прямо как есть на эту риску прошпатлевываемся одно только но зеленым скрипт брайтон шагрень внутри надо промотовать то же самое тут убираем оттуда проявку тем самым промотовым обеспыливаемся обезжириваемся еще раз продувается чтобы не было обезжирки не дай бог и шпатлюемся но это показывать не буду прошпатлевался перетерся видно что пока перетирался мне открылся металл поэтому тереть без шпатлевки там вообще не вариант теперь лайфхак такой мелкий как просмотреть плоскость мы ее же не видим в принципе кроме как бруском обезжирка любая желательно та которая не быстро испаряется на это у меня средней скорости поэтому надо хорошо налить и быстренько приступать к осмотру ловим какого-нибудь фонарь и начинаем делать вот так то есть просматриваем на сильный понятно что искажения в таком ремонте все равно будут но мы просматриваем на очень сильные переломы суда грунта я буду подливать не жалея то есть тут на грунте еще я буду подравнивать не идеального тут есть небольшой плавун в районе где у меня начинается сгиб там я не могу ровненько бруском пробить ну как есть просто вот с этих пор идет вот такой изгиб и брусок сюда когда подходит он вот эту плоскость теряет вас не и начинает уходить и тут уже чисто интуитивно то есть как набьете так она и будет там у меня нету короче можно вот так просмотреть само собой вот вот тут видно на вот она изгибчик кривенький такой уходит само собой на грунте еще когда все будет видно хорошо я еще просмотрю внимательно но тут три слоя это прям как как задолженное должно лечь все теперь обязательно вот так оставлять нельзя надо это все дело вытереть потому что обезжирка она из ряда химии которая хорошо впитывается грунтами шпаклевками и так далее то есть ее надо вытереть и обдуть то что если она напитается шпаклом это будет очень плохо вот теперь так можно сказать что можно оставлять это страшного не будет ничего теперь на в принципе на мягкой проставки беру 180 и прохожу вместе с проявкой то есть проявляю прохожу 180 зерном убираю риску вверх ну не знаю вверх в принципе лезть грунтовать не обязательно мы можем пройти 400 к и и чуть-чуть плюнуть грунтом ну смысла блин да что и к тут меня вспоминать смысл особого нет поэтому вот это верхнее ребро я буду капот матово 4 сотки и верхнее ребро промотаю 400 к и но заклеить тут бумага чтобы у меня не попадал гром сюда и в ручку допустим тут оторвался скотч напылило вот это все сейчас надо будет мелким наждаком вычислить теперь займемся капотом там я все на элементах подготовил проблемы у нас по капота вот именно по правому краю автомобиля непонятно по какой причине но вот так красится капот будет целиком а вот подготавливаться капот будет там где необходимо кстати еще тут новость неприятная ну как неприятная такой подставончик это керамика лак потому что он не мотается серым скотчбрайт почти вообще не мотается я хотел делать переход где-то вот тут по лаку разойтись тут и делать переход на керамики но это гиблое дело можно встрять на то что будет тянуться паутина тем более темный цвет рискованно поэтому буду плачется вот под это ребрышко полностью ну и само собой гусачок тут прикрашу чуть-чуть красить допустим тут я не буду разряду здесь тут оттянусь вторым слоем она не видно будет а вот лачеса как определил кроме то что серый скотчбрайт не мотает 400 к почти не берет то есть очень-очень туго берет 400 наждак я чтобы вот тут и замотала 400 кай подмотовать точнее я потратил почти круг мерковский абранет умирает сейчас посмотрим что будет на капоте а еще вот в этой зоне я хотел оттянуться сделать переход под наружные ребрышки я понимаю что я сейчас загрунтуюсь почти в середину этого ребра потому что тут риску сделал там риску сделал там скотч оторвало поддул чуть-чуть пришлось наждаком стирать еще это же трехслойка то есть два цветовых слоя и лаковый я просто но вот этом расстоянии не помещусь их распределить а наш первый слой краски надо вот тут оставить второй слой краски вы тут оставите лак же дальше него должен лечь поэтому придется краситься во всем этом ребре снимется петля снимется резиночка и где-то лаком а тут разойдусь то есть тут хоть не так видно тут и где-то вот тут под стоечки так капот начинаем с того что его обезжириваем вытираем от пыли для чего нам это нужно было сделать ну первое убрать все загрязнения которые смываем и второе то чтобы он был максимально чистый просмотреть на лампу увидеть какие-либо неровности но я уже просматривал весь ровно это значит что те части капота которые у нас не требуют грунтования ремонта свякового их можно вообще не трогать только лишь окрасить и залакировать посмотрим ну точный ремонт у нас идет в клюве вот так вот это точно снимается все до металла и это все ребро снимается до металла потому что тут есть повреждения явные есть еще куча мелких повреждений но таких как допустим этот скол которые которых может быть много и которых не видно пока что чтобы их вот скол видно чтобы их увидеть эти повреждения надо взять машинку с предпоследним номером нажды к которым мы уходим под открас а это 400 и пройти на мягкой подложки все это дело промотывать вот еще скотчек видите он там там разницы там значит что мы делаем берем сейчас на машинку 400 и проходим его весь в мотовую сейчас покажу что такое керамика на капоте вот это тут участок я разработал 1 2 3 4 5 6 это мерка это кири финиш это кири финиш это мерка короче ну это капец это прямо капец ну сейчас это делал новую 400 куча покажу сколько она отработает это просто смешно она начинает как бы неплохо проходит вот такой кусочек и все и труп все вот это все что смогла вот эта машинка ну точнее этот наждак вот все он дальше уже просто лижет никакущий вот она керамика обычный лап в принципе ну два кружочка 400 такой капот перемотован не хочу брать крупнее чем 400 потому что я весь капот в грунт загонять не буду его просто не надо загонять в грунт само собой мне нужно будет меньше цвета потратить основного потому что грунту светлый меньше цвета по сути меньше как бы работы потому что грунт надо нанести грунт потом надо перетереть зачем после расшлифовки что мы видим клюв вот так вот можно снимать до металла то что тут сколов уже много вот так вот так ну и тут то же самое короче нос полностью можно драть в металл дальше есть скол тут есть скол тут что с ними делать есть два варианта первый как делают все 2 как принципе правильно сделать как делают все это под шпатлевывают их и под грунтовый потом она чуть-чуть подсаживается если дали хорошо сушку то перетерли не видно если дали мало сушки то перетерли покрасили она еще потом подсаживается села и видно как кратер и второй вариант это расшлифовать здесь именно зону тонко то есть выйти в растях очень тоненько и просто под грунтовать именно здесь таким как бы пятном тут и тут но два вот этих пятна дадут знаете я так хожу уже вокруг него смотрю что не проще ли мне вот это весь в грунт загнать потому что потому что потому что скол 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 ну тут понятно давайте еще подумаю поснимаю вот это вот до металла и посмотрю что у меня получается по итогу что мы имеем почищены эти зоны где была коррозия и сколы расшлифованные сколы по центрам которые были расшлифованные 180 и 240 и потом сверху еще раз машинка я прошел 400 видно что размытая зона 240 очень хорошо что нам теперь нужно сделать по торцам пройти скотч брайтом красным принципе красный но серый за счет то что керамика так бы пошел серым красным скотч брайтом пройти и в принципе повесить его на вертолет он готов к грунтованию грунтоваться будем здесь фиксадор вошь праймер и грунт наполнитель вот так вот клюв грунт наполнитель будет два слоя вот здесь вот вошь праймером тоненько пшикну там где алюминий наполнителем ну разведусь вот так вот принципе один тоненький слой а там гляну как она мне если мне что-то подрисует покажет какой-то контур после первого высыхания может быть и на второй да буду смотреть то есть на углы я лезть не буду она не надо тут центр целый тут центр полностью целый пойдет вот так вот пятнышко это как раз тот случай те вопросы когда задают а надо ли мне грунтовать все если у меня допустим лак цел нет это не имеет смысла грунт нужен там где есть ремонт здесь есть ремонт здесь нужен грунт здесь нет ремонта здесь грунт нафиг нужен перемотовали и спокойно окрашиваю подготовился грунтованию обезжириться сейчас здесь у нас вошь праймер кислотник дюза 1 и 3 поставил потому что положено до 1 и 4 тоненько напыляем на открытый алюминий и ему высохнуть и потом аж грунтуем то есть алюминий надо защитить тем более что тут была коррозия алюминий и улыбка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такая вот штуковина... Все протиры, все пропылы... Все, чтобы... Ну, весь металл, который был открыт... Закрываю... Развел грунт... Гринтифиллер... Сделал его таким серым... Чтобы у меня не было светлых пятен... Хотя грунт лежит светлый... Но эта краска не светится... У нее нету обязательной подложки по программе... Закрываю... 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 Продолжение следует... 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 Потому что в соточку еще попадаем В эту проэласта По двери подналил Чуть-чуть грунтится Чтобы мне вот этот плавунчик Который мы видели на обезжирке Его можно было убрать на грунте В принципе получилось хорошо Последний слой у меня лег вот досюда Вот так вот лег первый Вот так второй, вот так третий Крылышком Тоже без проблем Вроде вышло все Как ни странно, материалы Именно шпатлевки ушло гораздо меньше Чем я думал Потому что выглядело оно ну явно Не ахти как хорошо И казалось что уйдет много материала Шпакола легла В принципе в общей сложности Вместе с жидкарем, грубо говоря килограмм На раз, два, три рихтованных элемента Два из которых очень хорошо рихтованы Все Теперь даем грунту просохнуть Это получается я его нанес час назад В 8 вечера Ночь И завтра До обеда Я его вообще трогать точно не буду А может быть Я посмотрю по времени Пообщаюсь с хозяином Как у него мысли Торопит, не торопит Может быть вообще Оставлю еще на сутки Пусть постоит Хуже не будет Выгоню ее на солнце днем Пусть сохнет на солнце А пока сам займусь Выкрасками Мне надо не подготовить цвет Поэтому следующим видосом будет Выкрасы Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok